я не убежал я да да здесь я просто готовлю файл все есть ну хорошо тогда мы начнем единственное что сейчас еще полсекунды я еще один файл я не открыл на те кто будет слушать записи просто для общей технической справки это поскольку мы находимся в полупраздничном периоде приближаясь к праздникам это лекция не совсем свое время то есть это и день другой и час другой но это не означает что наши лекции они изменили свое расписание стандартное проведение это понедельник йом шини в 8 часов вечера а сейчас соответственно у нас ее среда то бишь начало 6 5 окей ну хорошо значит добрый день всем на сегодня в узком составе поговорим мы в мире возможностей о двух вещах одна из них связано с таким довольно интересного писанием того как давид создает своего рода империю что в общем послужило каким-то опорным знаком что ли для будущего представления о том каким было царство давида что она себя включала вот мы зададимся вопросом по поводу не только аутентичности этого описания но и как бы что собственно она она это описание нам хочет представить вот это одна тема другая тема будет связана с резким переходом в изображении истории давида в книге шмуэля и превращение давида из такого абсолютного праведника ультимативного злодея что в общем совершенно такой нестандартный ход на чем мы тоже поговорим вот но вот начнем с первого а я тут представил эти тексты а то я собственно представил текст не делал шерстый сейчас секунду так что-то у меня тут не сходится секундочку вот это описание да она находится с одной стороны 8 главе книги шмуэля с другой стороны в основном ради одной детали я это привел в 18 главе первой части книги дебриями и хроник значит мы в прошлый раз говорили о победе давида над филистимлянами и вот как бы с хронологической точки зрения этот текст который мы читаем он на самом деле примыкает к описанию войны хотя между ними есть несколько глав которые связаны с перенесением ковчега вот и вот здесь собственно и говорится что было после это было после этого победил побил на вид филистимлян и покорил их и он взял некий странный предмет который не очень не очень известно что он из себя представлял тут написано метель а ама на иврите что-то своего как бы своего рода такой измерительный взятый для измерения взятые для измерения судя по всему поводья или удила так обычно понимают метель значит не очень ясно при этом что значит именно слова ама вот возможно возможно что речь идет опять же о о мере длины хотя тут не очень стандартная огласовка вот но так или иначе давид берет вот этот самый предмет у филистимлян затем он сказано с какой целью он его берет не очень понятно надо отметить на самом деле что уже автор хроник затруднился понять это хотя впрочем не исключено что в книге шумуэля испорченная версия как раз так та версия которая предлагается и хроник более ясно и тут говорится что давид побил вели стимлян покорил их и взял город гад и его пригороды у филистимлян вместо этого мет и гаама не очень понятного которую он вроде как берет у филистимлян там говорится про один из городу центральных филистимлянских городов в общем это как бы такое не очень ясное место с точки зрения языка дальше рассказывается что давид перри и побил мавитян и дальше он производит довольно такую жестокую операцию за которую бы конечно сегодня его бы судили на он растягивает их вдоль веревки кладет положив их на землю дальше измеряет две части этой веревки все кто лежат в двух частях веревки подвергается смерти а оставшаяся часть веревки значит третья часть эти люди выживают вот их он оставляет живых после чего говорится что муав стал вечным стал данником у давида вот надо сказать что и здесь версия книги версия книги девля и мим несколько иная хроник впрочем отмечу на вся всякий случай что есть другое понимание того что такое хэвель хэвель как доля или жребий который который определяет кому жить и кому умереть вот теперь вот если мы посмотрим на секунду на версию книги хроник мы увидим что она выпускает этот кусок и перебил победил муава побил муава и были мавитяне данниками у давида вот теперь если в первом стихе судя по всему изменения не очень понятно является ли это попытка упростить текст первом стихе или же версия книги шмуэля испорчена во втором стихе судя по всему изменения носят апологетический характер потому что давид представлен здесь книги шмуэля в этом втором стихе как такой абсолютно жестокий бесчеловечный завоеватель который сегодня повторяю мы бы сказали что он совершает преступления против человечности человечества или военные преступления мы видим что автор книги хроник смягчает это описание и убирает убирает это такие жестокие натуралистические подробности вот потом говорится о том что давид победил адр эзара царя совы то есть одного из арамейских царств находящихся на территории современной сирии когда тот когда он шел установить себе своего рода памятник на реке прад при этом до конца непонятно кто это делал адр эзар или же давид но в общем судя по всему судя из контекста речь идет о давиде который в честь своих побед устанавливает вот такой вот памятник доходит до эфрата он захватывает тысячу семьсот садников или коней зависимости от того как понимать слова порошим 20 тысяч пехотинцев фактически лишает вас арамейское войско возможности передвигаться на колесницах оставляя колесниц всего 100 затем он идет затем говорится о том что другое арамейское царство рандом если отправляется на помощь одар эзару царю цовы и давид бьет давид бьет и там 22 тысячи воинов и устанавливает ворами своих наместников на маскам царстве и таким образом дамасское царство оказывается тоже данником у давида и как там сказано такое теологическое пояснение господь спасал давида всюду куда он шел и давид взял золотые колчаны обычное слово шлотим современные переводчики переводят как как щит но на самом деле судя по всему судя по аккадском параллели слова шелит обозначает колчан для щита в библейском игрите есть другое обозначение маген то есть это какие-то золотые колчаны или колчаны для стрел золотыми наконечниками которые были у воинов у рабов одар эзара вот этого самого арамейского царя цовы и он привел их в иерусалим значит значит тут еще упоминается города одар эзара который который давид захватывает и берет оттуда много меди надо сказать что в книге хроник эти города называется иначе вот и подчеркивается автор книги хроник добавляет такое важное у него добавление что из этой меди которую давид принес из арамейского царства впоследствии царь шлумо строя храм сделает так называемое медное море опорные столбы храма и различные медные сосуды то есть для автора книги хроник важно подчеркнуть что давид не просто берет трофей а что трофей этот впоследствии послужит для дела святого для строительства и функционирования храма это его постоянное мы об этом уже говорили постоянно его такое постоянный его упор на на то что давид всю свою жизнь готовит хочет подготовить будущее строительство храма дальше говорится о том что и третий царь рама то и мель хамат впрочем возможно как бы не очень ясно хамат может пониматься и как одно из арамейских царств и как хурицкое царство которое впоследствии было аромен завоевано так вот когда это то и царь хамата слышит что давид завоевал победил войско хатар эзера он присылает давиду своего сына с выражениями с поздравлениями по поводу его победы и он приносит давиду золото серебро и медь который давид как то сказано посвящает богу господу вместе с серебром и золотом которое он уже захватил у других народов значит автор книги хроник тут и не довольствуется этим а причисляет все эти народы и дома а в омон филе стимляне амалек всех кого давид захвать захватил а впрочем прошу прощения нет я плохо посмотрел потому что следующем стихе это есть и в книге шмуэля орам араму а в списке немножко отличается амон плештим амалек и давид таким образом прославлен когда он возвращается побив тут сказано арама арама в соляной долине 18 тысяч воинов но и в книге хроник и в септуагинте очевидно сказано не арам а и дом что более понятно потому что именно и доме и могли находиться на территории которая здесь названа геймелах значит соляная долина видимо к югу от мертвого моря и такое же обозначение появляется в дальнейшем в книге млахим в книге хроник когда речь идет о войне одного из потомков давида по имени амацьягу с доме тянами тем более что и следующий стих здесь говорит явно при дом поставил давид в доме своих наместников и доме тяне были рабами давида и снова повторяется и спасал господь давида во всем всюду куда бы он не шел его цари и царствовал давид над всем израилем и творил справедливость и правду своему народу вот это описание значит мы начнем с вопроса чисто исторического а потом перейдем к вопросу более литературном мы видим что как бы то что здесь описывается это превращение превращение царство давида которая в общем исходно было не очень большими сначала в себя территории сначала всегда территории иудеи израиля значит она здесь как бы постепенно распространяется а и она занимает территории как на севере так и на юге вот и до середины двадцатого века это описание не подвергалась никакому сомнению но впоследствии где-то начиная с 70-х 80-х годов двадцатого столетия стали слышится голоса скептиков в основном среди археологов и историков в основном из тель-авивской школы которые утверждали если вкратце изложить их тезис то он состоит в следующем что в десятом веке до новой эры иудея была очень маленьким и слабыми экономичен в экономическом военно-политическом отношении государством иерусалим был маленьким городом который включал всего несколько тысяч людей населения и вокруг него располагалось определенное количество населенных пунктов то есть это была маленькая гористая страна которая в общем можно можно с трудом себе представить в такой ситуации того кто стоит во главе этой страны и обладает таким огромным войском и способностью раздвинуть территории своего царства примерно так как это скажем гораздо позже делали хасмане и скажем александр янай который воевал который конечно не дошел до всего того что смог сделать согласно нашему описанию давид но все-таки значительно он и его отец йоханан гиркан значительно расширили царство хасманийское царство вот значит действительно сам тонах иногда подчеркивает что если сравнивать допустим иудею с израилем уже в период разделенного царства то иудея политически политическом военном экономическом отношении гораздо слабее своего пика это достигает как раз вот во времена упомянутого мной царя амацьяу который попытался воевать с израильским царем юашем потерпел позорное поражение юаш дошел до иерусалима и даже пробил иерусалимскую крепостную стену это единственный случай в танахе где рассказывается о пробитии иерусалимской стены за исключением того печального события когда на выходный царь во главе вавилонского войска захватил иерусалим а так кроме этого вот только такой эпизод значит так что с точки зрения исторической есть конечно разрыв между описанием которое мы читаем книги шмуэля и теми фактами которыми на сегодняшний день располагают археологи историки с точки зрения литературной если мы посмотрим на этот текст мы как бы увидим две очевидные тенденции которые в нем рассматриваются проглядываются конечно одна из них явно теологическая которая является чем-то уникальным именно в рамках этого текста это как бы то обстоятельство что давид добивается побед не не столько благодаря своей военной силе насколько благодаря поддержке бога который спасает это в нашем тексте сказано дважды дважды как бы своего рода такой зачин и поэтому это как бы это принципиальный здесь момент но кроме этого можно посмотреть на то как изображаются завоевание давида и попытаться географически их обозначить что мы на самом деле здесь видим мы здесь видим некоторую очевидную ось географическую которая которая с одной стороны ведет нас с севера на юг на давид воюет сначала с арамеями а потом а доходит в результате да и дома а то есть он побеждает врагов израиля на севере и на юге и если как бы пытаться сопоставить с реальными сегодняшнего дня то можно сказать что это как если бы государство израиль ликвидировала бы с одной стороны хамас в газе а с другой стороны добилась бы добилась бы капитуляции со стороны сирии и хизбаллы ливане на вот как бы с севера на юг с другой стороны можно увидеть здесь и движение запада на восток потому что филистимляне которые упоминаются здесь это можно сказать крайняя западная точка то время как муав и омон тоже упоминаются здесь числе стран которые завоеваны это заярдание это крайняя восточная точка то есть иными словами можно сказать что текст наш пытается представить давида как то что называется в переводе с аккадского на русский царь четырех концов а есть такое такое выражение по полу использующиеся в ассирийских хроников по поводу ассирийских царей царь четырех концов на юрид это переводит мелех арбак на флот значит как бы вот эта ось север юг запад восток как бы такое мир в миниатюре на каком-то смысле здесь представлен как тот кто завоевывает весь древний мир наполеон древнего мира и в этом смысле он ну можно сказать реализует то обетование которое было дано в торе прадцам частности авраам где говорится о границах земли израиля там какой границей земли израиля они тоже от моря до заярдания от прадой от эфрата до границы с египтом а вот в сущности говоря текст представляет этот наш текст представляет нам именно такой сценарий сценарий известный нам опять же из ассирийских и вавилонских победных надписей и списков где тоже они строятся по такому вот географическому принципу с тем чтобы показать что царь является ким вот великим завоевателям когда это пишется на самом деле не знаю датировка этого текста рассказывал завоеваниях давида книги шмуэля она как бы является предметом спора между библеистами разными исследователями в частности обращается внимание на то что скажем царь царь дамаска который здесь упоминается что это по некоторым мнениям анахронизм потому что дамаск становится реально такой ведущей силой среди арамейских царств скорее в девятом в девятом и даже в восьмом веке до новой эры а не десятом времена самого давида вот некоторые пытаются связать этот текст с временем царя йошиягу как впрочем и многие другие тексты в книгах так называемых ранних пророков я уже упоминал свое время что есть так называемая дефтераномистическая гипотеза согласно которой тексты начиная книги дворим и кончая книгой лохим были сформированы как некоторые единое целое и как бы это редакция началась во времена одного из последних царей иудеи йошияу который в частности старался расширить предел иудеи и присоединить себе территорию бывшего израильского царства которая до сих пор находилась под юрисдикцией сирии ослабших тому времени вот но это как бы все гипотезы которые можно принимать можно отвергать а что как бы является существенным это видимо понимание что текст который мы читаем он не является возможно историческим строгом смысле этого слова если под историческим мы понимаем описание каких-то фактов которые верифицируемы скорее он этот текст такой историасовский выражает определенную концепцию действительно стремится представить давида как в качестве создателя империи в этом смысле он является может быть такого рода историческим мифом который никой никоим образом и я хочу это подчеркнуть никоим образом не должен не может влиять на скажем на мой взгляд по крайней мере на современные политические представления потому что очень часто такой важный момент очень часто библейские тексты становятся предметом такой такой расхожей картой в споре в политических спорах касательно того как оно было на самом деле и как и в какой мере тонах отражает истинную историю еврейского народа значит ты в этом смысле можно сказать что в тот момент когда эти тексты создавались они в чем-то сформировали будущую историю как бы история все так или иначе развивалась основываясь на этих текстах и на их понимании поэтому независимо от того какова степень исторической точности этого текста он имеет значение формообразующие мировоззренческая для народа израиля для его истории который ставит во главу угла вот создание царства давидом из этого из этого представления впоследствии начинают формироваться мессианские представления о том как именно до что именно должен сделать мессия машиах когда он когда он появится придет устанавливается что фактически он должен повторить то что сделал давид освободить израиль от всех притеснителей и как бы воссоздать территорию израиля так как она была обещана про отца вот это как бы что называется матрица этот текст который мы прочли это историческая матрица не столько даже как это было сколько так как это должно было быть хотя как мы видели уже автор книги хроник в чем-то не может описание гешмуэля а и в частности в отношении тех жестоких военных мер которые применял давид по отношению к своим врагам он их смягчает и делает давида более человечным вот ну вот это первое первая часть которую я хотел вам представить если есть вопросы то можно и задать сейчас если какие-то вопросы критим тебя не слышно на танк и самый общий вопрос если мы если можешь как бы в одной двух фразе если нет как бы отложим море вы привыкли на одном дыхании говорить-то нах правильно турана венк тувим но я как-то даже внутренне внутренне даже произнося на днем датом дыхании мы как бы внутри подразвиваем что есть разница до между первой частью тура хумаш и второй тунах на венк тувим значит тура тура ну как бы самые самое пшатное понимание это то что в где мы показываем пальцы на грим за татура чел-то и морозе пор дату радха и это что касается нахо вопрос для чего какой смысл на и миг тувим но новим еще но новим как бы ну еще как-то можно понять что это прямой канал который от всевышнего клюв из порогов ну как-то штока а что такое кто вен для чего эти писания ну хорошо можно попробовать ответить на этот вопрос вопрос впервые задают мудрецы хорошей компании арахим говорится не дарим я сейчас точно не помню вот но там как бы говорится такая вещь есть зачем народу израиля не помню упоминаются ли но пророческие тексты точно достаточно было бы если было бы тара и иошуа которая его книга его шо как примыкающий акторе потому что там распределяется земля израиля между колен вот ответ такой который они дают это все было бы хорошо если бы история прекратила течение своей как бы можно сказать сразу бы мы вошли волом оба до в будущий мир то есть грех бы прекратил свое существование поскольку израиль грешил то есть этот сценарий как бы исказился также точно как исказился сценарий связанные с пребыванием первого человека адама в райском саду на и в результате началась история и тогда к народу израиля стали посылать пророков их увещевать и их учить на но и это как бы ответ хазаль теперь если если дать ответ немножко не то чтобы в другой плоскости но как бы более такое осовременен то можно сказать что каждая эпоха рождает свои вопросы то рак какой бы объемной и глубокой она не было она как бы требует какого-то расширения теперь расширение может вестись двух направлениях либо должны писаться новые книги которые как-то будут реагировать на вызов эпохи либо нужно толковать тору саму чтобы тоже реагировать на вызов эпохи и то и другое делалось да значит ну в библейскую эпоху до скажем до эллинистического периода в основном писались новые книги они писались они дальше продолжали писаться но тогда возникает новый жанр так называемые вот эллинистическую эпоху возникает новый жанр хотя на самом деле он уже возникает немножко раньше в персидскую эпоху если смотреть на книгу хроник девра и миме это так называемый the written bible переписывание библейских книг с тем чтобы их истолковать по-новому автор пишет свою книгу соотнося с более древними текстами шмуэля и млахин этот жанр развивается а потом появляется мудрецов скажем уже как бы поскольку тексты канонические уже менять нельзя то и они толкуются но в целом как бы можно сказать что невозможно все время оставаться но как мы говорим дарма мочи на лоха также невозможно остаться дарма мочи на тура-тураж бихта требуется какой-то ответ на на те вызовы на те запросы которые рождаются каждой эпохи так естественно появляются новые книги не говоря уже о том на это как бы такое более может быть идеологическое объяснение но кроме того может быть чисто эстетическое объяснение которое просто связано с тем что гений творит творчество является одним из неотъемлемым неотъемлемых свойств человеческой натуре книги и те же книги пророков это это не писание результат творчества творчества творчество я считаю не вхожу вопрос о том какова именно связь между человеческим элементом творчества и божественным огнем который горит в этих книг отдельный вопрос но в целом как бы это естественная потребность она порождает новые новые волны окей тогда если можно еще связи с тем что спрашивала там и с тем что ты упоминал что у создателей книги хроник была более правильная версия значит ли это что как бы то время книги малахим после уже создания книги хроник возникло как какое-то искажение или в исследованиях принимают что у создателей книги хроник были еще и другие источники помимо книги малахим значит на это предмет спора начну с более конкретного вопроса вот того который ты задаешь значит можно по-разному на это посмотреть можно посмотреть так что существовал текст книги шмуэля как он появился как он зародился не очень ясно но он сложный текст то что называется на ты не лекция дефицит или трудная трудный текст теперь есть случай когда можно доказать почти наверняка что последующий автор попытался упростить этот текст сделать его более понятными это один из возможных вариантов данном случае что автор книги хроник не понимая что написано дал дал свою предложил свою версию основываясь на этим тексте но она гораздо более понятно другой вариант противоположный заключается в том что что-то исказилось в процессе передачи книги шмуэля а текста переписывались и переписывались передавались вот и искажение могло произойти и в таком случае не исключено что автор книги хроник действительно отражает здесь более исконную версию которая в случае передачи его книги не претерпела такого искажения теперь что касается вопроса о том обладал ли автор книги хроник какими-то другими источниками это вопрос опять же спорный он тянется еще со времен спинозы а спиноза в свое время провозгласил книгу хроник чистой выдумкой которая просто вот как бы берет книгу шмуэля и млохими делать не все что хочет 20 веке как бы это было пересмотрено и и была предложена более взвешенная позиция согласно которую автор книги хроник были свои источники не обязательно те которые он называет потому что вполне возможно что те которые называют это как раз некоторые тенденциозные источники например он ссылается на книги разных пророков которые не дошли до нас вот но вполне возможно что у него были источники некие аналы дворцовые или храмовые которыми он пользовался теперь есть полярная точка зрения которого высказывает правда меньшинство и сам я точку зрения не разделяю но она существует она говорит примерно следующее что и книга хроник дебриям и книга шмуэля малахим основывается на одном и том же древнем источнике и что более оригинальная и исконная версия как раз отражена книги хроник дебриям и который во многом которая обнаруживает определенное сходство с переводом греческим переводом книги шмуэля а также с кумранскими свитками книги шмуэля и в целом это как бы утверждение гласит что авторы книги шмуэля добавили очень многое к этому исконному тексту что он вообще включал себе только историю начиная с воцарения давида и кончая разрушением храма исследователи называют это историей двух домов то есть дома давида и дома бога вот а что все что написано скажем книги шмуэль алиф и и разные другие вещи о которых мы еще будем говорить книги шмуэль вы что это все более позднее добавление но это как бы повторяю вопрос спорный назначенного ответа здесь нет натан ты тоже что-то хотел еще если можно опять как бы слегка что это какие-то общие вещи на если можно отбить скажем так в кавычках да мы тоже опять как бы ты сейчас говорил канон связал как бы с творчеством здесь как бы такая штука на мой взгляд достаточно парадоксально мы говорим каких-то как бы на театле в каком-то стремление человеческой души человеческого создания вообще о том чтобы производить писать вот как-то описывать да окей а с другой стороны в какой-то момент в какой-то момент это прерывается то есть грубо говоря канон к нему не прибавляются книги если ты скажешь это технически то есть записано только то вошло только то что имеет отношение до того как вышли к голоду ну например бы с эдро я сейчас подумал ну например а если народ вот как сейчас например он возвращается свою землю окей жизнь народа продолжается значит творчество отдельных людей продолжается хорошо а можно ли предположить что канон танаха будет добавляться либо это табу значит это мне напоминает я тут почему у нас не было лекции объем шине потому что это с женой ездил в путешествия как там значит на север мы были и там экскурсовод он значит сказал что у него есть два тонах один тонах или два канонических текста один канонический текст это тонах которым он пользуется а второй канонический текст это книга барка и амирама кажется барка и которая называется аль облима а вот по поводу войны йом кипура которая пересматривает пересматривает историю йом кипура такой здоровый исторический труд вот так это к вопросу о том может ли считаться каноническим то что пишется сейчас на эту штуку конечно в целом но опять же как бы священные тексты действительно канонизировались и в этот момент как бы в чем-то застывали да это был конечно процесс это не происходило одномоментно но это происходило в разных цивилизациях разных культурах да и хотя слова канон скажем греческой культуре имела другое значение не такое же как она получила в результате европейских языках вот но но там она значила просто классические произведения но так или иначе этот процесс он ведет как бы двум вещам которые ну говоря по гегелю значит создает единство и борьбы против и борьбы противоположностей потому что с одной стороны это как бы действительно останавливает свободный поток говорят вот до сих это священные книги а дальше нет потому что иначе каждый будет может быть претендовать на то что ему он обуреваем божьим духом и вот он пишет что-то создает что-то что может быть включено в канон а с другой стороны как только такое такая вещь создается то на самом деле она ну говоря в чем-то требуется деконструкция потому что если этот текст значительный не просто какая-то окаменелость а значительный на как тонах для еврейского народа скажем для христианской цивилизации а то в этот момент как бы этот канон разбивается как он развивается возможно разбить лобовым ударом а можно именно значит как бы что называется истолковать опирали начинается процесс комментирования который является уже бесконечным а его уже никто не пытается остановить каждый комментирует по-своему начинаются споры вот и и и таким образом как бы создается своего рода такая параллельная реальность параллельный можно сказать даже канон вот потом часть этих книг тоже канонизируются и тоже к ним ничего уже не добавляется на там скажем даже мишна например или там не дроша и лоха но вокруг этого создается опять море всякой литературы процесс идет процесс идет то есть конечный процесс это радует хотя сами хохамим надо отметить сказали по поводу танаха что все что написано до конца персидской эпохи может войти в канон все что было написано после она как бы автоматически out вот поэтому они по какому параметру по параметру стр по ним по параметру отсутствие по параметру ну как сказать значит и иосиф флавий и мудрецы в этом смысле они идут по одной линии то есть очевидно что это одна и та же традиция что дух божий отходит от а окей как в эту эпоху а вот в эту эпоху это происходит есть как бы споры по поводу когда именно да сразу же по окончании в начале эпохи второго храма немножко позже там зависит еще о споре о пророках но в принципе как бы вот эта грань поэтому они были скажем готовы включить куэлит в канон на потому что за ним вроде как скрыта личность шлому но такой книг как бен сира его уже включить было невозможно потому что он свою личность не скрывал свое авторство и подписался все закрыл себе этим дорогу потому что книга совершенно как бы гораздо более сказать кошерная чем куэлит да и тем не менее вот ну там еще был конечно параметры языка потому что те кто были 4 цисло или они отвергали в конечном счете греческие произведения как те которые могли претендовать на канонизацию и так далее ну хорошо у нас остается немного времени я по крайней мере открою тему которую мы уже продолжим после песоха значит тема которая ну как бы вот как праведный давид стал преступник на вот это вот эта тема теперь а я собственно говоря не сделал шерсткин прошу прощения но и перед тем как я сделаю шерсткин я как бы обращу ваше внимание на то что действительно происходит нечто удивительное книги шмуэля а именно что с 11 главы 2 части слов шмуэля неожиданным образом меняется стиль меняется тон начинаю рассказывать совершенно другая история а если до того рассказывались истории царства конфликтов на почве царства значит войны вот то здесь начинает рассказываться царская история такая скорее в шекспировском духе преступлений внутри царской семьи который там приводит к трагическим последствиям обычно принято очень часто как бы говорить о том что это как бы делает книгу шмуэля гораздо более объемной выпуклой глубокой на потому что вот она как бы не ограничивается тем что давид завоеватель создатель царства праведник спаситель израиля победивший гуляфа а вот он давид еще и страшный преступник и семье у него абсолютные нелады его дети в общем творят страшные бесчинства один за другим и это как бы вот своего рода не то чтобы как доказательство но как некий аргумент выдвигается в пользу объективности автор книги шмуэля и в этой связи он сравнивается с книгой хроник книги евреямим которая полностью все эти истории убирает потому что книги евреямим не сам давид ни члены его семьи ни в коей мере не могут быть представлены не то что там грешниками но вообще никакая тень не может пасть на них и поэтому все происходит ну как таком такой в таком утопическом мире который вопрос которым мы зададимся он как бы такой я стараюсь эти вопросы ставить хотя я заранее говорю что нет однозначного ответа вопрос как бы он подрывной а в какой мере действительно действительно книга шумуэля которая рассказывает об этом может быть воспринято как некая единое целое и я с этим вот я сейчас открою текст и хочу начать с того чтобы показать одну вещь посмотрите пожалуйста это шумуэля рассказывает в десятой главе о том как давиды воюет с аманитянами том текст который мы читали один из врагов как упоминался были аманитяне и вот здесь подробный рассказ о войне с аманитянами который начался с того что происходит конфликт между наследником аманитянского царства который оскорбляет послов давида пришедших поздравить его с воцарением и это вызывает конфликт давид посылает своего военачальника и лавой всю армию воевать происходит в общем такая очень тяжелая ситуация уж там аманитяне вместе с пришедшими на помощь ромейцами окружают армию давида пытаясь возможно по мысли автора взять реванш вот юав произносит прочувствованную речь почти в духе пильдора то в ламут гадар цену то что ему приписывается вот он говорит так давайте-ка укрепимся ради нашего народа и ради божьих городов и господь господь же сделает то что ему угодно и в результате одерживается победа внушительная победа при этом армейцы которые пришли рамеи которые пришли на помощь аманитянам видя что им не удалось победить наоборот они потерпели поражение они заключают перемирь с израилем и уходят больше не помогать теперь одиннадцатая глава это была десятая была десятая глава одиннадцатая глава начинается замечание о том что через год в момент когда вы на самом деле не очень ясно выражение она тоже дискутируется ле цехом лохим значит автор дирео мим понимает малахим посланцев то есть прошел год с тех пор как давид посылал посланцев в амон а вроде как согласно книге шмуэля речь идет о царях и что возможно как некоторые комментируют подразумевается то время когда обычно цари выходят на войну например весной вот и вот давид посылает снова юава и армию воевать с аманитянами и на этот раз они осаждают город солицу аманитян раба там он давид же находится в иерусалиме теперь я перескакиваю я не зря это выделял красный я перескакиваю 12 главу который говорится что до ее а после того что осадил работном он посылает посланников давиду и говорит я боюсь работа амон и я в общем захватил воду город падет вот-вот поэтому я предлагаю тебе выйдя из иерусалима чтобы честь захвата раба там он была за тобой иначе я захвачу город давид действительно собирает войска идет туда и воюет при этом сообщается что он берет корону их царя со своей головы которая с головы их царя который весит очень много по мне очень многих комментаторов речь идет вовсе не о царе аманитян обои об их боги за дело в том что ты нам молкам их царь учит поменять огласовку национальный бог аманитян был мельком вот и что он взял корону с головы и бога на что вообще в древнем мире было очень частным на ночь как бы победитель забирал вещи принадлежащие богу побежденного народа возможно что вот это изменение огласовки она как бы было носило апологетический характер на что давид взял все таки не венец чужого бога венец чужого царя потому что он себе забрал положил себе на голову при этом не очень понятно как он мог ее удержать поскольку она весила очень значительно вот и дальше тут сообщается мы еще вернемся к этой фразе в следующий раз что давид поработила монетян какая-то не очень понятно я в свое время с юсефом гузманом переписывался по поводу этого стиха значит что он конкретно значит юсеф гузман считал что тут описывается издевательство давида над монетянами многие комментаторы считают что речь идет о их порабощение о том что они были призваны на принудительные работы конечно не не фонтан вот и давид возвращается в иерусалим вполне как бы складный рассказ выходит но дело в том что внутрь этого рассказа вдруг вклинивается совершенно другой раз совершенно другой рассказ который мы будем обсуждать в следующий раз в этой связи но этот рассказ о том что произошло между давидом и женой одного из его воинов большевой женой урии хитить и рассказ об этом который простирается аж почти на две главы рассекает повторяю рассказывая не сама на опять же если читать вот этот красный текст подряд то я думаю вы согласитесь что не возникает ощущение что чего-то не хватает то есть ощущение зато может возникнуть противоположное ощущение что рассказ о том как о том что произошло между давидом и большевой был вставлен в клинин внутри этого рассказа о войне с амоном зачем это отдельный вопрос который мы будем обсуждать и второй вопрос который с этим же связан дело в том что на протяжении книги млохим несколько раз подчеркивается что давид является неким эталоном по которому определяется степень правильности всех будущих царей иудеи и и и даже и израиль вот и как бы вот этот эталон как будто бы забывает про то что давид совершил страшное преступление двойное он совершил заказное убийство и прелюбодеяние и тем не менее здесь говорится вот я выделил эту фразу говорится первому царю израиля первому сыну него то что ты не был как раб мой давид который соблюдал заповеди мои который ходил за мной всем сердцем своим делал только доброе в глазах мои любопытно в этой связи опять же подробности нас ждут уже после песок она любопытно в этой связи заметьте что в следующей главе на это глава 14 первой книги млохима а вот 15 когда говорится об одном из иудейских царей по имени ави я или ави ям который представлен здесь как грешница говорится так и он не делал вел себя не так как давид который давид делал угодно и прямое в глазах господа и нет чего не отступал из того что господь его заповедовал все дни жизни его и дальше такая зеленая такое замечание рак бедвару риах эти только случаи суре хититься здесь нарушается очевидно строй фразы и зададимся вопросом откуда здесь-то появилась рак бедвару риах эти только исключая случай суре хититься а то есть я качестве промо увидеть такую сложную неоднозначную картину с точки зрения текста с точки зрения композиционной литературной мы вот мы это как бы более углубленно уже обсудим после песаха поскольку объем шине я все-таки думаю что будет уместно поговорить на вещах связаны с песах перед пулема мы говорили о вещах связанных с ну вот на этом мы завершим если какие-то вопросы вопросы сейчас когда будем более подробно обсуждать историю с давидом вопросов много техническое замечание технических личное замечание вот нашего внука который родился день или назад у назвали урия прошлую субботу а причем что при том что я так понимаю что они где-то шли в общем по известным из школы тематике танаха потому что отца зовут юнатан а мать зовут михай поэтому как бы я думаю что это вот всплыло на 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 тему там я не знаю треугольников или что-то ну в общем окей вы сады продолжаем продолжаем живую книгу жизнь окей спасибо огромное всем счастливо если мы на следующей неделе сделаем занятия ну соответственно следить за нашими объявлениями как говорится на нашем канале ставьте лайки так и лайки да мы не закрываемся слава богу нас не закрывается продолжается замечать санкций по отношению к нам нет мы наоборот на других санкций на кладу окей всем счастливо всем счастливо пока